Всем привет! В очередной раз познакомлю вас с товарами из Китая. Это новое видео на канале Gadgetmania. Я начинаю. Поехали! Ну а сегодня мы с вами посмотрим вот на такую коробочку в виде палочки и вот на такой пакетик в виде каких-то непонятных ремешков. Объясню, как дело было. В общем, пришел на почту получать, не знаю, что куда, 550 грамм. Выглядело это вот в такой вот коробочке, видите, на экране. Просто не вмещалось рюкзак. В рюкзак прям на почте распаковал, потому что там вот эта вот штука вот болталась, но посмотрел, что это все новое, в принципе. Ну вообще нестандартно как-то упаковано. И потом понял, что это производитель нестандартных штук, потому что здесь написано Next Stand. Это и непонятно что, типа, следующий что? Следующий стандарт или как? Другой стандарт. Они делают прикольные вещи, всякую хламину из Китая, которая пригодится вам вообще по жизни. Здесь, скорее всего, такой переносной, не знаю, столик или еще что-то для ноутбука. В частности, может быть, если вы хотите работать стоя, может быть, если вы хотите работать сидев, но при этом хотите, чтобы ваш ноутбук-лэптоп был не так, как все. Не просто лежал, короче, на столе, а каким-то образом по-другому стоял на нем, на этой поверхности. Ну, а в комплекте, я думаю, что это подарок. Это кэбл-менеджмент, то есть для того, чтобы вы могли все свои... Я просто догадался, что это кэбл-менеджмент, потому что здесь написано кэбл-менеджмент, менеджер. В общем, это подарок, а это штука, которую мы сейчас откроем, посмотрим. Я не думаю, что она нужна всем, но почему нет? Почему не рассказать? Не всегда надо рассказывать о смартфонах, в том числе и вот о таких вот прикольных вещах. Ссылки, конечно же, будут в описании. Ну, где же им еще быть? В принципе, мне нравится, что это все, знаете, как будто бы какой-то фирменный чехольчик. Прикольно, есть чехольчик. В коробке вот такой вот пенопласт. И вот, что надо еще положить, чтобы уплотнить, чтобы это все не скользило. Здесь у нас на английско-китайском инструкция. Инструкция, как и что делать. Ну что ж, давайте разбираться. Чехольчик это, конечно, хорошо, но как это все дело открывается и что с ним делать? Опа, отваливается, снимается чехольчик в виде тряпочки. Такой не совсем приятный на ощупь, но он есть, и это хорошо, потому что такую штуку, может быть, вам придется, скорее всего, здесь без инструкции нифига не получится. Давайте посмотрим, что написано хотя бы нарисовано в инструкции, потому что китайский я не знаю. С английским у меня на троечку. Закрывайся, закрывайся, закрывайся. Это не знаю, что это такое. Давайте посмотрим. Шаг 1. Значит, нам надо все это дело расставить. Если я сломаю, китайцы, не обижайтесь. Как, что, куда? Ага, ага. Вот это да. Вот это номер. Эти штуки нужны для того, чтобы у нас что-то куда-то не скользило. Внутри есть пружины. Сделано это из такого матового пластика. Есть даже гравировочка. Немножко попахивает пластиком, немножко попахивает китаем. Опа, прикольно, да? Я не знаю, правда, по какому фаншую надо это делать. Но давайте вы напишите в комментариях, что, куда ставить-то. Вот так это все дело выглядит. Давайте поближе. Вот таким вот образом оно типа держится. Если я сейчас открою и вот так вот поставлю, то это будет да. Скорее всего, да. Я разобрался, друзья. Сейчас я вам расскажу. На самом деле, ничего сложного. Все гениальное. Просто вообще китайцы, конечно, монстры. Они удивляют меня вообще просто с каждым днем. Смотрите. Здесь существует механизм, который у нас отвечает за то, чтобы была высота вот этих ножек. Вы хотите выше? Ставьте выше. То есть оно вот так вот будет. Хотите ниже? Отщелкнули. И у нас это все дело непосредственно будет до самого низа. Очень универсальная, потому что с помощью нее можно ставить ваш лэптоп, я думаю, что до 15,5 дюймов, на любую удобную для вас и позволяющую этой штуке высоту. Сам ноутбук без проблем может и находиться вот в таком состоянии. И при этом, в принципе, можно не бояться. То есть он стоит очень четко и очень надежно. В общем и целом, смотрите, работать и печатать за компьютером будет, скорее всего, удобно. По крайней мере, я сейчас испытываю... Не испытываю, точнее, никаких-то неприятных ощущений. При этом я не отрегулировал под себя. Прошло буквально пару минут от настройки. Я еще до сих пор до конца не настроил так, как мне нужно. Если будет полезно, ссылки в описании. Пройдите, посмотрите. Этим самым вы поможете мне. Даже если вы не будете покупать. Большое спасибо, что досмотрели до конца. Обязательно подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, что вы супергерой. Поздравляю вас с наступившими или с наступающими майскими праздниками. Череда таких вот интересных или очень видео сейчас будет продолжаться. Постараюсь выкладывать в каждый день. Ну а совсем скоро вас ждет интересные, увлекательные обзоры гаджетов, в том числе и смартфонов. Чтобы не пропустить, нажимай колокольчик, пиши комментарии. Ну и, конечно же, подписывайся на чат в Телеграм. Он доступен по ссылке в описании и работает без каких-либо проблем. Совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова